доброе утро друзья очередной новый день когда выйдет это видео не знаю потому что у меня уже три видео на очереди я не очень успеваю редактировать субтитры но вы все обязательно увидите и я буду рад вашим реакциям процесс идет ждем запчасти человек думает насчет резины думает насчет трансмиссии вот сальник коленвала я сейчас еще буду искать здесь у нас пришли запчасти на гуся все у нас здесь красивенько прижимная пластина пружины болты пластина которая прижимает пружины пакет фрикционов сборе он в оригинале так продается в общем все красиво и прекрасно все мы тут помыли подготовили все замечательно готовим это дело сейчас и собираем сейчас я переоденусь решили с владельцем что зальем сюда наше масло енишное ставим старый фильтр я сейчас только из него наверное солью получше он покатается километров 500 это масло сольет и заменит уже вместе с фильтром он купил оригинальное я в общем то не являюсь сторонником оригинального масла но в общем и целом она на мой взгляд ничем не лучше и не хуже но если человеку хочется есть возможность то почему не залить я в общем то положительно отношусь к такому подходу вот практика промыть мотор как следует она хороша причем не нужно в идеале использовать никакие промывки какие-то лучшая промывкой самое безопасное для двигателя это промывка нормальным маслом причем в ситуации как бы когда надо вымыть ну как бы получше и слить именно хорошая практика это покататься конечно большая часть грязи слилась с маслом но ее там могло и остаться поэтому перестраховаться не помешает вот это масло которое в него залили проехала ну якобы типа из разряда 500 километров но она все было чернющие ну естественно в нем продукты износ сцепления вот поэтому я думаю что такое решение которого мы совместно пришли будет в данной ситуации наилучшим сейчас я все это дело затяну по мануальчик у все моменты все красиво нанесу герметик соберу ну а вам уже покажу наверное готовый результат потому что работаю я сегодня один и не до съемок если честно в процессе но попробую сейчас если будет настрой и так перед началом сборки необходимо диски сцепления фрикционные вымочить в масле я вот тут отмыл с внутренней стороны банку куда мы масло сливаем и замачиваем диски не жалеем такая хорошая практика тире необходимость это лучше делать всегда чтобы сцепление жило идеально вообще оставить на ночь такая возможность была но я этого не сделал потому что забыл вот но собственно ничего такого в этом не вижу потому что диски все равно будут обильно смазаны маслом и даже после сборки мы просто на мотоцикле сразу ездить никуда не будем в любом случае постоит до того как на нем кто-то куда-то поедет как минимум несколько часов так ну все у нас остались металлические диски все эти фрикционные пускай мокнут а я пока займусь установкой корзины на место затяжка и так далее когда до дисков дойдет уже вернусь к этому вопросу а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хотел показать насколько длиннее новые пружины чем старые С левой стороны старые, с правой стороны новые И так друзья, я пытался снять для вас контент со сборкой с сегодняшнего дня Не знаю, посадил весь аккумулятор на гоупрохе, что получится посмотрю Но даже если это не получится, то у меня для вас есть интересная история Собрал я значит сцепление на гусе Все здесь было прекрасно, шло отлично Все как положено, диски я пропитал Прошло пару часов, начал это все собирать Чувствую себя еще сегодня не очень Думаю, ну сейчас аккуратненько все соберу как положено Прямо четко все диски, все как по RSD Установил, протянул, все сделал прекрасно Ну вообще вот идеально, максимально, насколько возможно Пружины сравнил они, кстати, значительно длиннее Вот Затягиваю все это дело А у меня что-то не так Притягиваю пластину полностью Затягиваю болты А у меня вот здесь вот зазор около 2 мм То есть пакет фрикционов не сжат до конца Думаю, так, интересненько Как же такое может происходить Все разобрал, перепроверил Все точно правильно Смотрю дальше А вот этот вот шток, который отжимает нажимной диск Он у меня не входит туда То есть не продавливает рабочий цилиндр сцепления Соответственно, он всегда выжат сюда Я такой думаю, интересно Думал, думал Ничего умнее не придумал, чем снять рабочий цилиндр сцепления Вот Короче говоря Вот у нас рабочий цилиндр висит А для этого надо снять стартер Удобства тут, прямо скажем, никакого Это прямо лютая наркомания В общем, пытаюсь прожать поршень напрямую То есть исключить проблему со штоком А он не прожимается Ну, он должен прожиматься пальцами Там просто неудобно Вот у меня снятый цилиндр есть от гантели И вот он прожимается вот так Когда пустой Ну, когда система заполнена Чуть потяжелее Но все равно То есть одним, максимум двумя пальцами Его можно вдавить Вот Я попытался вдавить цилиндр геббельсами Через проставки И он, как бы, вроде Ну, пытается вдавиться Но усилие какое-то лютое Для этого требуется Я начал размышлять Позвонил товарищу Посоветовался И он мне дал такой совет Проверить Во-первых, штатные ли рычаги Во-первых, проверить штатные ли рычаги Оказывается, были случаи Что по причине тюнинг рычагов Люди убивали сцепление Но рычаги в нашем случае штатные Ситуация следующая Вот он, штатный рычаг У него есть регулировка для пользователя Ручка ближе дальше к рулю Ее, как бы, можно крутить Без последствий Все нормально А есть тут еще вот такой вот винтик Который вот тут вот Стопорный залит краской А вот тут вот Еще маленький шестигранник Его можно тоже отрегулировать Ближе дальше Ну, якобы Вот И вот эту регулировку Никогда нельзя трогать Потому что Если ее утопить чуть глубже И свободного хода не будет То обратный клапан На машинке сцепления Перестает срабатывать И жидкость перестает возвращаться назад Что происходит Соответственно, при возврате штока Остается какой-то небольшой зазор Сцепление буксует И очень быстро умирает Это крайне печально Потому что, по всей видимости Возможно, еще японец Это дело накрутил Там явно видны следы Если присмотреться, что на краске Есть повреждения И явно из-за этого Умерло два сцепления То есть мы это дело Демонтировали рычаг И сразу же цилиндр начал работать Пальчиками Как положено Сразу все проблемы решились Так что будем это собирать Уже теперь завтра Вот Ну, вот так вот Иногда можно вынести себе мозг На ровном месте Сейчас начну собирать Потом поеду Учиться Сегодня, наверное, домой Чувствую себя плохо заболеваю Вот Так что всем пока На сегодня выпуск завершается Когда он выйдет, опять не знаю Но Буду рад Если вам было интересно Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пока-пока